Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Oblivion. Мы продолжаем играть в Oblivion. В последней серии мы прогулялись с ветерком, называется, на этой вот яхте. Спустились переночевать. В итоге оказалось, что яхту захватили бандиты. Пришлось их убить, естественно. За это мы получили целых 75 золотых. Хозяин этой плавучей таверны, дурак, придумал историю, чтобы привлечь посетителей, который выставил себя чуть ли не богачом. Естественно, это привлекло всяких личностей. У него начались проблемы. Каждому нужен экземпляр вороного курьера. Возьми экземпляр вороного курьера. Это единственный способ узнать свежие новости. Статья о сером лисе. Интересно. Так, ну-ка давай покажи. Покажи, покажи. Серый лис. Человек или миф? Действительно ли за всеми кражами в имперском городе стоит так называемая гильдия воров? Ироним Лекс, капитан имперской стражи, похоже, считает именно так. Когда мы спросили его о гильдии воров и ее предводителе, сером лисе, капитан выразился совершенно недвусмысленно. Этот человек в ответе за преступления в городе. Энергичный и упорный капитан Лекс посвятил все свои помыслы поимке этого чудовища в маске. Отвечая на этот же вопрос, Адамус Феллида, командующий легионом и непосредственный начальник капитана Лекса, ответил так. Чепуха! Серый лис – это просто миф. Гильдии воров нет и не было. Истории о неуловимом воре по прозвищу Серый лис гуляют по имперскому городу уже несколько столетий. В них говорится о том, что он может делаться невидимым, уменьшаться до размеров мыши, превращаться в туман, просачиваться под запертые двери и совершать множество подобных невероятных подвигов. Даже если половина из этих историй верна, капитану Лексу будет непросто поймать Серого лиса. Интересно. Везетенку свою, на. Так, ну что же. Давайте мы попадем вот в эти лачуги. Попытаемся тут что-то раскопать. Так, а там что? Нет, показалось. Или не показалось? А вот это вдалеке что такое? Это кто-то стоит? Или это камень? А, это, это типа кладбище надгробия, понятно. Ну, хорошо. Давайте посмотрим. Интересно. Один сломанный. Надписи, к сожалению, не разобрать. Так, ну ладно. Давайте пойдем к этим фавелам, если их можно так назвать. Потому что по-настоящему нищенское жилье. Пытаемся там что-то раскопать по Серому лису. Охота мне уже как-то вступить в гильдию воров. И, конечно же, стать ее предводителем. Это было бы круто. Так, а ты у нас кто такой? Уважаемый, не уходи. Что я могу сделать для тебя? А, это ты и хилый преступник, понятно. С тобой разговаривают. У нас перед в бегах. При этом совершенно не прячешься. Так, тут ты живешь. А тут у нас что может быть? Дом Метридель. Привет. Ух ты, привет. Меня зовут Карвин. Запомни, когда-нибудь я стану богатой и знаменитой. Не исключено. Я свое не упущу. У жителей этого города много золота. Бери у богатых и раздавай бедным, если ты улавливаешь мою мысль. Ну, примерно понял. Мы все говорим об убийстве императора. У нас нет императора и нет наследника. Такого никогда раньше не случалось. Это беспокоит всех нас. Понятно. Неопределенка. Пока. Пока-пока. Мне эта книга, интересно, может чем-то помочь? Ладно. Посмотрим дальше. Лошадка. Так, подожди. Привет. Меня называют Ислейв Щедрый, потому что я такой щедрый. Но не ожидая милостыни от меня. Ты определенно в ней не нуждаешься. По городу что происходит? Я делюсь заработанным с бедными и нуждающимися. А ты к ним не принадлежишь. Жизнь в портовом районе нелегка, но мы поддерживаем друг друга. Хорошо. Меня скоро должны навестить друзья. Я советую им остановиться в таверне Король и Королева. Ты чем-то знаешь? Похож на Аль Пачина из фильма «Лицо со шрамом». И тебе всего наилучшего. Ну да ладно. Здравствуй, жаба. Что я могу сделать для тебя? Послухам. Ворнадо из лучшей защиты многое знает о тяжелых доспехах. Неинтересно. Удачного тебе дня. Откуда звук? Ильдия Бойцов опять набирает рекрутов. Неплохой способ подзаработать, если тебе хватает мужества для такой работы. Хорошо. Береги себя. Удачного тебе дня. Так, ну ладно, смотрим дальше. Как дела? Что интересно? Дом Маврина Рана. Мне ближе. Я искала тебя. Ты и меня? У меня нет времени на разговоры. Так ты же искала меня. Что в городе происходит? Жители города часто берут вещи и забывают платить. Я помогаю им вспомнить. Ты говоришь с ними, немножко нажимаешь на них, и они все сразу вспоминают. Понятно. Если ты хочешь от чего-нибудь быстро избавиться, загляни в бездонный кошелек. Ничего полезного. Меня ждут дела. Где же тут у вас что-нибудь выяснить насчет серого лиса? Занятые уже кончаются доступные. Хижина Мжеера. Так, ладно. Попробую на автопопытке. О, с первого раза. Хорошо. Ничего ценного. О, морковка, яблочко. Пивычки мы любим. Картошка, оленина, рис. Ух ты. Лук, сыр, картошка. Супер. Картошка, морковка. Все набрали. Спать мы уж тут не будем. Не будем наглядь до такой степени. Так, это нам не нужно. Мы пальцы лисы, дети теней. Однако больше мы известны как гильдия воров. У последователей серого лиса есть всего три правила. Первое. Никогда не кради у другого члена гильдии воров. Второе. Никогда не убивай никого при краже. Мы не темное братство. Убивать можно только животных или чудовищ. Ну. Третье. Не обкрадывай бедных. Крестьяне и нищие находятся под личной защитой серого лиса. Особенно те, что живут в порту имперского города. Ой. А я тут награбил. Нарушение любого из этих трех простых правил влечет за собой немедленное изгнание из гильдии воров. В случае совершения убийства виновник должен заплатить особый штраф. Цену крови, чтобы восстановить членство в гильдии. Цена крови возрастает с каждым убийством. Ее можно выплатить любому дуайену гильдии. Дуайены или старости. Это глаза и руки главы гильдии. Его непосредственные помощники. Именно от них исходят приказы. Именно они повышают в рангах. Они же могут заплатить имперским судям, чтобы с попавшегося вора сняли накопившиеся штрафы. Конечно, это обойдется виновнику в некоторую сумму. Глава нашей гильдии – это серый лис. Мы не говорим о нем на людях. Мы стараемся сделать так, чтобы большинство людей считало его просто мифом. Мы воры, а не каменщики или писари. Каждый вор сам решает, что ему красть. Гильдия не вмешивается в дела своих членов. Однако честные торговцы не покупают краденое, поэтому забывать добытый товар можно только скупщикам гильдии. Чтобы продвинуться в ранге, вор должен сбывать краденое, пополняя таким запасом казну гильдии. Чем выше ранг, тем больше требуется передать в казну для следующего продвижения. Выполняя особые задания серого лиса, нужно помнить, что нищие являются самым лучшим источником информации. Они слышат и видят все, что происходит в городе. Однако нужно быть готовым заплатить за информацию. Бесплатно нищие не скажут. По крайней мере, правду. Гильдия заботится о своих членах. Дуайн может убрать штрафы, начисленные любому из членов гильдии. Но на подкуп судей и стражи нужны деньги. Поэтому старости за эту услугу придется заплатить ровно половину всей суммы штрафа. Хорошо. Так, мы больше не будем тогда у тебя воровать, что ли? Ну только вот, ну вот этот кусок сыра и муханку хлеба. Все, больше воровать не будем. Так, хорошо. Судя по всему, серого лиса мы таким макаром не найдем. Нужно сделать что-то еще. Подожди, ты кто? Позволь мне представиться. Мое имя Джолринг. Я действую по поручению своего хозяина Умбакхано. Он попросил меня передать тебе эту записку. Думаю, он приглашает тебя навестить его в его особняке в имперском городе. Хм. Что Умбакхана хочет от меня? Мой хозяин коллекционирует аллеицкие древности. Его внимание привлек тот факт, что недавно тобою был продан некий предмет, заинтересовавший его. Мною продан? Я полагаю, детали ты узнаешь из записки. Кто вообще такой Умбакхана? Мой хозяин Умбакхана живет в районе Талос-Плаза в имперском городе. Он известен во всем Сиродили, как коллекционер айлеицких древностей. Ну, хорошо. Пока. Пока-пока. Пока, Кэш-дома. Очевидно, мой слуга уже пояснил, что я страстный коллекционер предметов древнего айлеицкого искусства. Посему недавняя продажа тобой редкой айлеицкой статую привлекла мое внимание. Я бы желал приобрести и другие подобные статуи для своей коллекции и буду счастлив щедро заплатить за них. Буду рад приветствовать тебя в своем доме в имперском городе. И в любое удобное для тебя время в деталях обсудить этот вопрос. С почтением Умбакхану. Хорошо. Так, подожди. В принципе, да. Мне не нужна эта записка. Так, понятно. Видимо, мы по-другому как-то найдем серого лиса. Мы знакомы? Не факт. Мухаммед Али. Маленький совет. Людей, которые задают слишком много вопросов, здесь не особенно любят. По серому лису расскажи что-нибудь. Это имя с объявления о розыске. Я недостаточно доверяю тебе, чтобы разговаривать на эту тему. Блин. Послухом, че? Мне встретилась Рен Метрик недавно. Она легко перепрыгнула через стол в таверну. Понятно. Значит, она ловкая. Так, а что если... Мне кажется, мы еще встретимся. У меня нет времени. Это имя с объявлением... А жаль. Мне кажется, мы еще встретимся. Ай, молодец. Ушел. Я надеюсь, он не против. Все, валим. Так, но он что-то знает про серого лиса. Поискать ли зацепки в его доме? Темнейшая тьма. Ничего особенного. Скорее всего, он тоже последователь серого лиса. Так, ну хорошо. Давайте кишканем маленько. Пока что наше расследование зашло в тупик. Поэтому я хочу попить меду. Натрезкаться сыра с луком. Чтобы за рта пахло. Закусить картошкой. И потом риса маленько поковырять в зубах с салатом. Ну и на десерт пару яблок. Вот так вот мы пожрали. Нагрузились то, что надо. Так, ну что, тогда мы пойдем к коллекционеру. Как же мне найти-то вас, а? Ты мне не нравишься. Говори. Иди своей дорогой. Что такое, гражданин? Ирония, млекция, это же... Стой! Преступное отродие. Никто не смеет нарушать закон, когда я на посту. Я конфискую все, что убрали. Блин, зачем я к тебе подошел? Плати штраф или отправляйся в тюрьму. Я же не успел доедать жратву. Ну? Сколько тебе нужно? Жаль. У меня была надежда, что ты окажешь сопротивление при аресте. Хорошо. Процедура такова. Идем в замок. Сначала мы... Да понятно. Отлично. Ну что ж поделать. Ох, я хотел с ним поговорить. Это же он у нас главный сыщик по лексу. Но на нету суда нет. Давайте отправимся к коллекционеру. Так, что у меня? Опа, не голая. Меч у меня отобрали, скорее всего, да? Ну, я, в принципе, все равно кинжалом пользовался. Хорошо. Так, нам нужно... Вот сюда. Кстати, надо будет потом в арену сходить. Там, говорят, тоже интересно. Я, правда, не особо сильный боец. В данном случае. Но может, поможет. Посмотрим. Что этому коллекционеру от нас надо? Блин, вот город, вот постоянно вот такие крупные города. В них попал и все, хрен выберешься. Квесты просто, как, я не знаю, снежный ком нарастают. И это круто. Очень круто. Так, кстати говоря, мы же в торговом районе. Я слушаю, пожалуйста. Да подожди. Мне нужно посох продать. Для этого мне нужно надеть сейчас костюм краснобая, чтобы побольше денежек давали. Так. Хорошо, приступим. Будем барыжить. Это посохи рендира. Я рендир. Продаю магические посохи. Впрочем, об этом можно и догадаться. Ну да. Ты такой капитан. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Да навряд ли. Я тебя продать хочу. Я не люблю магов. Извини меня, конечно, но... Не люблю и все. Так. А то у нас и это покупаешь. Отлично. Прекрасно. Наконец-то мы распродадимся. Хорошая цена. Отлично. Для хорошего клиента. Так. Это продаем. Рубашка здоровяка нам тоже не нужна. Подожди, нет. Я же не хожу. Остальной щит продаем. Так. Ну темная рубашка тогда тоже. Утиль. Хорошо. Прекрасно. Что еще? Все. Уже неплохо. Подожди. А это... А, это с ним торговаться еще можно было. Ну, надо было... Заходи еще. Если еще наберут, то зайду. Атрелос очень скрытен. Интересно, чем он вообще занимает? Интересно, кто это такой вообще? Еще увидим. Так. Что у нас осталось? Мы, лесные эльфы, должны помогать друг другу держаться вместе. Мало у нас тут. Так. Что у нас? В принципе, не так уж и много всего осталось. По зелям бы еще продать. И можно будет двигаться к коллекционеру. Дешевые заклинания. Возможно, тут получится. Уважаемые, зелия не нужны? Эдгар Ватрин. Тебе не нужно самое лучшее. Тебе нужно дешевое. И у меня есть дешевое. Мне нужно самое лучшее. Не оскорбляй меня. Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Еще увидим. Сомневаюсь. Ненавижу магов. Так. Хорошо. Салют. Вот тут вполне возможно. Продадим. Камешки там скажем. Приветствую в божественной элегантности. Видно, тебе не все равно, что ты носишь. А у полонирии есть то, что тебе нужно. Или этого нет ни у кого. Ну да уж, конечно. Так, ну покажи. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары. Сшитое золотом. Ооо. Вот это мне нужно. Я буду ходить в таком. Все девушки моими будут. Отлично. Так. Что берешь? Ни шо не берешь. Еще увидимся. Так, ладно. Допустим. Давайте мы примерим новые тапочки. А эти выкинем. Прямо даже продавать не будем. О как. Ты посмотри, а. Еще бы теперь штанишки нормальные. У тебя штанишек-то нет там вроде? Продолжай. Оглянись вокруг. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Да, штанишек у тебя, к сожалению, нет. Прощай. Прощай. Бей и круши. Так, может, ты продаешь хороший лук? А ты кто вообще? Я Ирен Метрик. Если хочешь узнать больше, считай, что тебе это уже известно. Что по слухам? Я понимаю, что деньги никогда не бывают лишними. Но покупка уцененных заклинаний не самая лучшая идея. Ну, это точно. Я тоже ему так сказал. Еще я сказал, что я магов не люблю. Ну, примерно в том духе. Ты понимаешь. Давайте посмотрим на лук. Ух ты какой. Суровый ты паря. Урбулгару Оркулк. Знаешь, что тебе нужны дробящее оружие и топоры. Большие. Он делает их и продает их здесь. Бей и круши. Большой магазин оружия орков. Большое оружие. Для больших героев. Понятно. Так, починем. Я мастер на все руки. Отлично. У нас, кстати говоря, если мы сейчас не потратимся, то может хватить на лошадь. Так, ну... Допустим. Спасибо. Не так уж и много, да? Оставь меня в покое. Ладно. Позолоченный графин. Блин, может быть тут зелья я продам. Девушка. Да, похоже, я зашел по адресу наконец-то. У меня есть все, что нужно начинающему алхимику. Значительно больше, чем когда-либо будет у Таранира, несмотря на его бессовестную манеру вести дела. Конкуренция у вас, да? Кто такой вообще Таранир? Этот парень скоро разорит меня. Его цены слишком низки. Я даже не знаю, как ему удается это. Похоже, здесь что-то нечисто. Если тебе это интересно, можешь зайти в почти новые товары Дженсин. Она возглавляет комитет, который пытается расследовать это дело. Ну, может, и зайду, но сначала я... Взгляни на мои товары. У меня встреча там. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Это выгодная покупка для тебя? Ой, с хрена себе выгодная. Отменить никак нельзя. Ну ладно. На штуку взял, затарился. Ага, лошадь быю куплю. Так, но обратно, понятно, по этой цене никто не возьмет. Так, одно зелье исцеления болезней, два зелья отравлений. Это убираем. Это убираем. М-м-м, да, конечно. Потратились. Вот это лоханулось вызвать. Я уважаю твой бизнес. Но с другой стороны, тоже будет школой. То есть я могу сейчас загрузиться и отменить это. Но зачем? Это же не вот игрыш воли. Вот такой вот наш попкопушка взял, лоханулся. Так, ну и что? Давайте уже пойдем к этому коллекционеру. Хочу в этой серии с ним поговорить. Успеть. Туда иду? Блин, нет, не туда. Вечереет, кстати. Успеть бы до того, как он спать пойдет. Ну, лук у меня неплохой, в принципе. Но я бы хотел, конечно, что-нибудь магическое, чтобы оно там, я не знаю, силы высушивало. Сейчас насквозь через эльфийский район пройдем. Прекрасно, опаздываю. Хорошо. Так, мы почти пришли, да? Что такое, гражданин? Так. Понятно, где он находится. Блин, как раз к ночи приду. Ой, сколько тут домов. Это же все нужно заходить, проверять, потому что интересно же. Да ничего, опаздываю, извините. Так. Ну, где-то. Судя по маркеру, где-то... Кто поможет старому несчастному... Вот здесь. Это его дом прям. Я уже думаю, мы в какой-то таверне встретимся. Добро пожаловать. Мой хозяин приказал мне немедленно доложить о твоем приходе. Пожалуйста, иди за мной. Хорошо. Мне сейчас деньги понадобятся. Я только что прокидался. Ты телохранительница, что ли, какая? А, охотник за сокровищами. Пожалуйста, присаживайся. Причесону тебя, конечно, у Мбакана. Обалдеть. Попить можно? Рад видеть. Ты, наверное, узнаешь эту статую на моем столе? Да, именно она была тобой продана недавно. Притом, значительно дешевле, чем она стоит. Как тебе, возможно, известно, я в некотором смысле увлекаюсь айлеицкими древностями и постепенно собрал весьма приличную коллекцию. Недавно у меня возникло желание собрать полный набор этих древних статуй. Я полагаю, их существует всего десять. Ни один лавочник не знает их истинной ценности. Если ты будешь приносить найденные статуи мне лично, я заплачу двойную цену за каждую. Ну, достаточно выгодно. Ты вообще знаешь, где они могут быть? Для завершения коллекции мне нужен полный набор из десяти статуй. Когда-то они были частью храма предков в древней столице Айлейдов. Проведя исследования, я узнал, что они были вывезены из храма до его разграбления людьми. Я полагаю, эти статуи были припрятаны в различных поселениях Айлейдов по всему Сиродилу. Однако я не знаю их точного местонахождения. Почему ты спрашиваешь? Тебе удалось найти еще одну статую? Да нет, пока нет. Тогда тебе есть чем заняться. А я продолжу поиски в архивах. Быть может, мне удастся выяснить местонахождение этих статуй. Хорошо. А что за храм предков? Тебе он известен как Башня Белого Золота. Это центр древней столицы Айлейдов. Она была варварски разграблена тысячи лет назад армией под предводительством Олесии. Имперский город построен на развалинах этого древнего города. А так вот что. Хорошо. А у вас тут переночевать можно? Ночь на дворе? Можно я смотрюсь? Добрый вечер. Ай, так. Ой, 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 ой. Ой, простите, я не хотел этого делать. Ой. Зовите милицию, что я наделал. Давайте быстренько сожремся. Я просто хотел встать и нажал не ту кнопку. Что у нас ворованные есть? Ой, сейчас все деньги отберут. Ох, керамическая тарелка. Да встань ты уже. Одной и той же кнопкой вставать и брать. Что-то мне кажется, из-за ней какая-то... Понятно. Сюда надо будет приносить эти статуи. Ух ты. Я, честно говоря, не помню, чтобы я что-то продавал там. Или, подожди, у нас была. Да-да-да, я продавал, да, там, точно. Стой! Преступное отродье. Никто не смеет нарушать закон, когда я на посту. Я конфискую все, что украдено. Плати штраф или отправляйся в тюрьму. Прошу понять, простить и отпустить. Жаль. У меня хорошо. У меня брать-то уже нечего. Меня только что сажали. На несколько суток. Ментовское беспредел. Да что ж вы делаете? Ну, оборотни в погонах. В латах. Все еще ночь на дворе. Это печально. Ну что, давайте на этом завершим эту серию. Сколько у меня там денег осталось? Не так уж, чтобы... Нормально, короче говоря. В следующей серии будем потихоньку разбираться, что еще есть в этом городе. Здесь дело, судя по всему, просто выше крыши. Потом, как тут маленько нам поднадоест, мы направимся в Коралл. Или как? Или Чорл он назывался там. Я не помню. Ну, короче говоря, по главному квесту. Так что на ближайшие серии 20 у нас планов вот таких вот, я думаю, хватит. А там уже посмотрим. Игра, повторюсь, очень большая. Просто огромная. Что такое, гражданин? Да вы меня уже просто в печенках у меня сидите. Вы сажаете меня постоянно. Ни за что, ни про что. Короче говоря, увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok